Губернатор Ненецкого округа сыграл в шашки на ощупь. Накануне глава региона провел неформальной обстановке встречу с активистами окружного общества слепых. В ходе турнира члены регионального отделения общества слепых рассказали Александру Цибульскому о своих проблемах. Чем завершился шашечный турнир и что беспокоит людей с ограниченными возможностями в Ненецком округе в материале Ольги Русул. Шашечный турнир в региональном отделении общества слепых – это форма взаимодействия с властью. На такого рода мероприятия активисты организации приглашают депутатов, городские и районные власти. Представители окружной администрации во главе с губернатором на турнире впервые. Игра проходит практически в равных условиях. На губернатора и его подчиненных одевают темные повязки. На специальных досках с углублениями шашки. Правила традиционные. Под бой, да? Да. Тебе бить надо? Сейчас буду бить. В таких условиях играть непросто, особенно с непривычки. Явная фора у людей с ограниченными возможностями. Да, я проиграл с определенным вашим преимуществом, надо сказать. В перерывах между партиями, собравшись и обсуждают проблемы членов общества слепых, волнуют вопросы доступной среды. Например, оборудование бассейна тактильной плиткой. Возможность вернуть выплату ко дню инвалида. Раньше она составляла 10 тысяч рублей. Но в прошлом году была сокращена вдвое. Вопрос субсидирования авиаперелетов инвалидов. Не все их категории попали в обновленный перечень. То, что мы находимся здесь в подвале, вроде бы и рядом, и хорошо, и местоположение хорошее. Но доступной среды, конечно, подвал есть подвал. И топит нас, и... Ну, немножко неудобно. Вот два года назад у нас было воды, вот так вот было. Вся аппаратура была затоплена. По словам губернатора, вопрос взят на контроль. Теперь во всех новостройках будут планироваться специальные помещения для подобных общественных организаций. Впрочем, некоторые вопросы имеют частный характер, но тоже требуют внимания. И за плитами вырыли яму в колено глубиной, а в этой яме еще яму вкапывали, вкапали, без песок. Вот так, что... Не засыпали, Андрей, сходил? Под плитами посадили. Ничего не засыпали. Ну, посмотри, зеленый, это новая вот эта дорога. Да, да, вот так. Не оставили без внимания собравшиеся и квартирные вопросы. Он также был озвучен членами общества в перерывах между партиями. Сейчас у нас на распределении находятся 24 квартиры, которые, в том числе, будут предоставлены инвалидам, которые стоят у нас в департаменте на учете. Мы уже до этого еще дом распределили, там также были выделены квартиры. И вот сейчас решение губернатора Александра Анатольевича, что в каждом строящемся доме нам будет предоставлять жилье, которое мы могли бы распределять и получить определенное количество квартир. Кстати, благодаря таким встречам членам общества уже удалось добиться решения некоторых проблем, например, льготного проезда на автобусах, следующих по новому маршруту. Все проблемы так или иначе решаемы, если они не противоречат законодательству. Здесь есть вопросы, которые частного характера, есть вопросы общего, что касается всех инвалидов по зрению. Все они, конечно, у нас сразу ставятся на контроль, сразу выходит мое поручение, и мы стараемся их максимально оперативно решать. Есть вопросы, которые касаются строительства тротуаров в тех местах, где это не очень удобно, но здесь, опять же, я хочу сказать, что там, где неудобно двум-трем людям, мы понимаем, что мы это делаем для безопасности тысяч людей. Поэтому здесь я также честно говорю, что, к сожалению, этот вопрос решен быть не может. Давайте искать какие-то альтернативные вещи. Кроме того, глава региона заверил, что и в дальнейшем будет продолжать тесное сотрудничество с региональным обществом слепых.